Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об аналитике. Итак, зачем вообще нужна аналитика? На самом деле для того, чтобы ваши предприятия или ваш продукт были успешны на рынке. Мы посмотрели различные исследования и действительно они все говорят о том, что недостаточно хорошо проведенный анализ рынка, недостаточно правильно оцененные конкуренты и недостаточно проанализированный спрос, ну и соответственно потребители, приводят к тому, что новые продукты могут на рынке провалиться. То же самое происходит и с новыми компаниями. Компания CB Insights проанализировали причины провала ста стартапов, к сожалению, посмертно. И выяснила, почему они провалились. И в первую очередь из-за того, что был недостаточно качественный анализ рынка. Также конкуренты, ценообразование, отсутствие внятной бизнес-модели, то есть по сути, насколько компания соответствует рынку и насколько ее продукт соответствует потребителям и ценностное предложение ими действительно востребовано. Итак, чтобы нивелировать вот эти риски, мы поговорим об аналитике и как исследовать рынок для того, чтобы построить действительно успешную маркетинговую стратегию. Итак, есть внутренний анализ, внешний анализ и анализ потребителей. Анализ потребителей выносится обычно отдельно от внешнего анализа, потому что это действительно очень важный и действительно очень большой блок. Затем на основе этого анализа вы делаете сегментацию, вы делаете свое позиционирование, разрабатываете новые продукты, внедряете инновации, ну и по сути реализуете вашу стратегию. Естественно, когда вы реализуете вашу стратегию, вам нужно думать не только о том, как ее реализовывать, но и о том, как контролировать процесс ее внедрения. Соответственно, еще на этапе анализа вы оцениваете, как рынок выглядит сейчас, где вы находитесь сейчас, для того, чтобы вы могли отслеживать свою динамику в дальнейшем. Итак, для того, чтобы анализировать рынок, нам необходимо понять, что, то есть какие объекты мы на нем анализируем и рассматриваем, и главное, зачем мы это делаем? В первую очередь мы смотрим на макропараметры. Есть такой инструмент, очень удобный, вообще маркетологи придумали множество удобных инструментов, чтобы упростить себе жизнь. Среди них, например, PEST-анализ. Это сокращение, чтобы мы точно ничего не забыли в анализе макросреды. Мы поговорим о нем чуть позже. Затем рынок. Мы смотрим на то, какой объем рынка, какая динамика, какие тренды существуют, и затем мы прогнозируем, какие тенденции и куда он будет двигаться дальше. Потребители. Действительно очень важный блок. Мы смотрим на мотивацию их покупки, то есть что заставляет их купить наш продукт, что их интересует вообще в нашем продукте и по какому критерию они его оценивают. Соответственно, мы можем спрогнозировать, в каких объемах они будут покупать, как часто и вообще нужен ли им наш продукт. Также, естественно, конкуренты. Наши любимые конкуренты. В конкурентах нас интересует, конечно же, все. Их продукты, их стратегия, то, насколько быстро они будут отвечать на наши те или иные маркетинговые действия, чтобы мы могли понимать, действительно ли нам удастся занять ту долю рынка, на которую мы рассчитываем. И важным элементом являемся мы сами, то есть наша компания, наш продукт, наши сильные и слабые стороны. Об этом мы тоже поговорим дальше. Итак, мы поговорили об объектах и теперь посмотрим, что с ними надо делать. Важна последовательность. Мы сначала анализируем эти объекты. Макросреду, рынок, конкурентов, потребителей, нас самих. И затем, на основе того, что мы поняли о текущем состоянии и о прошлом, мы прогнозируем будущее. Что было, что будет, на чем сердце успокоиться. Да, в общем-то, это по сути и есть аналитика. Итак, для того, чтобы мы точно ничего не забыли, маркетологи придумали такой инструмент, как PEST-анализ. PEST – это сокращение, акроним. Political, Economical, Social и Technological. То есть политические параметры, что происходит у нас в политической сфере, куда все движется, куда все катится. Дальше экономические. Естественно, если экономика процветает, то у нас будут одни стратегии. Если мы понимаем, что мы приближаемся к кризису или уже в нем находимся, не дай бог, то у нас будут совсем другие стратегии и другое, естественно, поведение нашей компании. Скорее всего, мы будем сокращать издержки, мы будем стараться снижать стоимость наших продуктов для потребителей и призывать их использовать наши продукты для того, чтобы быть эффективнее, экономичнее, ну и, естественно, вместе преодолевать этот кризис. Затем социальные. То есть, что у нас происходит с обществом, какие есть тренды, какая есть динамика, что вообще в нем изменяется и к чему нам придется адаптироваться. Либо какие изменения мы можем вызвать сами. Например, ввести моду на павлопосадские платки. И важным параметром является технологическое развитие. Естественно, мы должны отслеживать новые технологии, которые выходят на рынок, для того, чтобы интегрировать их в наши продукты, для того, чтобы быть, опять-таки, более эффективными, снижать наши издержки, делать наш продукт более функциональным, например, или более интересным нашему потребителю. И также отслеживать, какие новые технологии могут вытеснить наши продукты с рынка, для того, чтобы первыми, может быть, их внедрить, либо придумать какой-либо ответ. PEST – это тот минимальный набор, который необходимо проанализировать в макросреде. Неленивые маркетологи придумали акроним STIPLE. Он включает в себя еще три параметра, которые стоит включать в анализ. Это environment, то есть экологические параметры, оценка окружающей среды, что в ней происходит, как влияет ваш продукт и ваша технология, может быть, ваши заводы на окружающую среду. Также education – это те трудовые ресурсы, которые подрастают, либо которые есть у вас в наличии. Сейчас, например, IT-отрасль столкнулась с тем, что ей просто не хватает IT-специалистов. Соответственно, расширяясь, вам надо принимать во внимание, что этих специалистов мало, значит, они будут обходиться вам дороже. Соответственно, вы закладываете это в ваши издержки, ну и, как итог, в цену вашего продукта. Естественно, это влияет на возможности вашей компании по расширению. И также важным аспектом является legal, то есть законодательство. Насколько, например, защищается авторское право, насколько ваши патенты действительно будут соблюдаться или могут быть нарушены вашими конкурентами. Соответственно, насколько длительно то конкурентное преимущество, которое они вам дают. И также важным, естественно, вопросом является то, насколько соответствует ваша деятельность законодательством.